Здравствуйте друзья. Продолжаем наше путешествие по безграничной экосистеме Tuya Smart. И сегодня мы поговорим о логическом, четырехкнопочном контроллере, который выполнен в форм-факторе пульта дистанционного управления. Как всегда, кроме штатных возможностей, протестируем интеграцию в альтернативные системы управления. Модель. Tuya TS0044. Интерфейс ZigBee 3. Форм-фактор, пульт управления. Количество кнопок 4. Приложение управления Tuya Smart, Smart Life. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 45 градусов Цельсия. Размер 110 на 37 на 14 миллиметров. Питание 12 вольтовая батарейка LR23A. Поставляется устройство в небольшой брендированной коробочке от Moesp. Кстати, идентичных моделей у других производителей, как это часто бывает в Tuya Smart, мне не попадалось. Сзади очень кратко указаны параметры, по сути только интерфейсы тип батарейки. Кстати, на этом моменте я остановлюсь подробнее дальше. Есть отметка о цвете белый, хотя черного я не встречал в принципе. В коробке нашелся пульт с держателем, который можно устанавливать на стену, а также довольно большая инструкция на английском. Полезного в ней, кроме размеров устройства, еще и информация о переводе пульта в режим сопряжения, для чего нужно зажать первую кнопку пока не начнет мерцать сигнальный светодиод. Если говорить о типе устройства, это логический четырехкнопочный контроллер, принципом работы не отличающийся например от настенных беспроводных выключателей. Его особенность только его форма в виде пульта. Кнопки резиновые, с мягким ходом и четким кликом фиксирующим нажатие. Клик ощущается главным образом тактильно, само нажатие происходит практически бесшумно. Клавиши без излишней фантазии, просто пронумерованы. Компактный держатель, который идет в комплекте, крепится на стену, для чего на нем есть отверстие для саморезов или шурупов. Но вся конструкция легкая, для гладкой поверхности хватит и двустороннего скотча. Крепежа в комплекте нет. Хотя я уже упоминал о размерах, показательнее будет увидеть в масштабе с чем-то привычным, например спичечным коробком. Пульт не крохотный, такие мне тоже встречались, но и не громоздкий. Перейдем к элементу питания, отсек которого находится в задней и нижней части пульта и прикрыт крышкой. Хотя в подобных устройствах чаще всего используются круглые 3-х вольтовые батарейки таблетки, для героя обзора понадобится более редкая 12 вольтовая батарейка 23А и в комплекте ее нет. У меня нашлась подходящая, когда-то покупал для передатчика фотовспышки. Убедиться в том, что пульт работает легко. При нажатии в окошке на передней части пульта загорается светодиод. Если удерживать первую кнопку пульта, диод сначала светится, потом гаснет и через некоторое время начнет мерцать, пульт переходит в режим сопряжения. Для подключения к родной системе управления Tuya Smart или Smart Life, нужен ZigBee шлюз. Я использую Ethernet версию от того же производителя. В плагине шлюза добавляем новое устройство, и после включения поиска, включаем сопряжение на пульте. В течении минуты он подключится к шлюзу. После этого новое устройство появится и в списке устройств шлюза, и в общем списке Tuya Smart. Кстати, показаны тут четырехкнопочный настенный выключатель, обзор его есть у меня на канале, по сути своей, точно такое же устройство, просто в другом корпусе. Соответственно оба эти устройства имеют абсолютно идентичные плагины, в которых удобно назначать и просматривать назначенные действия на каждую из кнопок. По сути, это конструктор автоматизации, просто сразу уже подвязанный на выбранную кнопку пульта. Каждая из кнопок может генерировать три варианта событий. Одиночный двойной клик, а также удерживание. Далее нужно выбрать что делать по этому событию, например запустить ручной сценарий, включить или выключить автоматизацию или управлять каким-то устройством. Например по одиночному нажатию на кнопку можно включать или выключать звездный проектор, обзор на который тоже можно найти на моем канале. Конечно все это можно сделать и в стандартном конструкторе автоматизации, выбрав пульт в качестве триггера сценария, а затем кнопку и тип события которые она может генерировать. Кроме кнопок, тут можно создавать автоматизации по уровню заряда батарейки. Для интеграции в альтернативные системы управления, можно использовать zigbee2mqtt. Включаем режим подключения устройств, после чего переводим пульт в режим сопряжения. Он определяется системой именно как четырехкнопочный настенный выключатель, про который я уже упоминал. По сути, это одно и то же устройство. Это стандартная и поддерживаемая модель TS0044. Как и другие питающиеся от батареек устройства, имеет класс End Device, то есть пульт уходит в режим сна и не умеет передавать данные от других узлов Zigbee сети. На вкладке Exposes тут три сущности. Уровень заряда батареи сигнала, а также экшен, куда попадают все действия кнопок. И вот тут нашлось отличие от выключателя, так как значение уровня заряда тут все время пустое, ничего так и не прилетело. Что касается событий на клавишах, несмотря на то, что обычно в zigbee2mqtt их бывает больше, чем в стоковом приложении, в этом случае их меньше, только однократный двойной клик. Удерживание не прилетает. Сама строка события начинается с номера кнопки, затем указывается тип нажатия. Эти три сущности в виде сенсоров передаются и в Home Assistant через интеграцию MQTT. Значение сенсора уровня заряда пустое. Спокойно пользоваться пультом смогут и владельцы SLS Gateway. Тест я проводил на прошивке от 8 июня 2021 года, но работать он будет и на более ранних версиях. Подключение стандартное, на шлюзе включаем join, а на пульте держим кнопку пока не начнет мерцать светодиод. На прошивках начиная от 8 июня будет отображаться корректная картинка устройства, в более ранних картинки не будет. Собственно вся функциональная разница. Для устройства создан отдельный конвертер, благодаря которому тут и отображается корректная картинка. В остальном все то же самое. Стейты для устройства аналогичны zigbee2mqtt. Дополнительно тут в виде отдельного параметра, выведено время последнего отклика от устройства в Unix формате. Данных о уровне заряда нет. Не буду утверждать что их нет в принципе, возможно тут используется какой-то отличный от выключателей формат. Эти параметры можно передавать в Home Assistant. Так как данных по уровню заряда не передается, то и сенсор для него не создается. Это выглядит аккуратнее, чем сущность с пустым значением. Подводя итог. Moes пересобрали стандартный четырехклавичный логический выключатель под формат корпуса пульта управления и зачем-то применили редкую 12 вольтовую батарейку. Думаю что для некоторых задач, такой форм-фактор будет удобнее. Пригодится и настенное крепление, чтобы устройство не валялось по дому. На этом все, вопросы и пожелания пишите в комментариях. Чтобы вовремя получать уведомления о новых видео подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Интересные новости по тематике умного дома, а также ссылки на интересные предложения по гаджетам, можно прочитать в моем телеграм канале, ссылка в описании под видео. До свидания, до новых встреч.